Сет дропов с нового моба какого-то. Единственное, что я мог пропустить, это вот здесь нового монстра, да? Какой-то там... Слаймы. Но он, возможно, не отображается. Он, скорее всего, не отображается здесь. Он здесь, видимо, не отображает. Это Хеличурл, который с сундуком будет, как гоблин из Диабло. Посмотри камеру, типа новая, фиксированная, видимо. Ой, ну это потом как-нибудь. Камеру, не знаю. Камеру. Чувствительность камеры, тип управления мыши, клавиатура, кнопки, графика, звук, уведомления. Пусто. Управление учетной записи. Промокоды можно здесь прям вводить? Серьезно? Мини-карты, автоматическая настройка высоты обзора, умная камера в бою. Ну, можно дальность камеры по умолчанию. Ага. Ага. Ну, давайте повысим хотя бы до пяти. Пойдем репутацию изучать. Магазин ЗБТ, кто там просит? Демиан, посмотреть. Ничего там, по идее, не поменялось. Чего бы чему-то поменяться в магазине ЗБТ? Единственное, появились вот эти наборы, да? Но они невыгодные. Лучше, проще влить камни в смолу. Магазин Пайман. Его переименовали в магазин Пайман. Да, у меня как раз пять звездного блеска, мы сможем сегодня купить. Вот как мы выкупим 10 роллов первой Тарталии. Я куплю вот это и сделаю дейлики. И у меня будет ровно на 10 роллов. 10 роллов мы сегодня делаем примерно в 11-12 часов. Сейчас как все проснутся, как народ потянется. А мы пока поизучаем мир. Не будем пока сюжетку тоже делать. Сюжетку тоже чуть попозже. Посмотрим все-все-все изменения. Тестовый забег тоже чуть попозже. Вначале интересно, что за репутация городов. Доброе утро, стрелок. Доброе, доброе всем, кого пропустил. Вас очень много, а со всеми поздороваться не мог. Сорри. Привет всем. Что вы хотите? Я Герта, капитан 6-го отряда ворда Фавонио. Спросите, что не представилось раньше. Было очень много дел. Но я уже слышал о ваших достижениях от других рыцарей. Чем вы занимаетесь? Я в основном отвечаю за босс. Дело заполнение, управление ресурсами и отчетность. Короче говоря... Ракет в чатик. Не. Рокет с 69. Ну на таких персов надо и поддержку финансовую. Спасибо, Андемин. Спасибо. Это какой-то особый голос был. Донation accepted. Да. Спасибо большое. На таких персов у нас собирается донатик на Диону и Тарталью. Они слишком хороши. Кубик в кубе. Я не очень знал кубик в кубе, но я очень давно не смотрел у них ничего. Спасибо, Андемин. Огромное тебе. Огромное донат. Спасибо тебе за донат. Спасибо за поддержку. Да. Очень, очень, очень нужна, потому что донаты сейчас в игре дорогие. И дособрать на них, дособрать на них будет здорово. Нет нам нового. Ассена сегодня точно не будет. Привет. Сегодня только геншин. Слишком большая и классная обнова. Короче говоря, Герта отвечает за снабжение. Вы уже, наверное, представляете, в какой ситуации сейчас Манштадт. Магистр? Магиэкс-магистр, шо ты... Шо ты забрал людей с собой? Ты че, магистр? Верни людей. С тех пор у нас очень мало рабочей силы. В то же время запасов у нас в избытке. Поэтому я с радостью обменяю часть на вашу помощь. Так в избытке или не в избытке? Я не понял. Ну ладно. Статься в городе сейчас очень сложная. И чтобы все сделать как надо, нам нужны опытные люди. Если хотите и думаете, что справитесь, то можете попробовать. Если все получится, то мы сможем облегчить груз на плечах действующего магистра. Я составил для вас список доступных дел. Все подробности здесь. Хорошо. Исследование мира, задание Манштадта. Найс. 94% уровень репутации. Я так понимаю, у меня сейчас все прокачается за счет исследований мира прям по максимуму. Да, исследование мира. Открываем. Манштадт 20%. 100 опыта репутации и 20 тысяч море. И еще 100 опытов репутации и 20 тысяч море. И еще 100 опыта репутаций. 20 тысяч море. Класс. И задание Манштадта. Соответственно, это обычные сюжетные, я так понимаю, да. За них, к сожалению, денежек не дают. Анна Мархонт. Проблема с ветром. Вопросы и ответы. Страдания после бури. Держи вора. После бури. Генеральная уборка на винокурне. После кризиса. Короче, ясно. Родноценный обмен. Остался. А это какое-то, видимо, новое задание. Уровень репутации в Манштадте. Сразу третий. Открываем. Забираем наши награды. Тушеное мясо с яблоками. Замечательно. Новая функция. Поиск руды вокруг Манштадта. Подробные инструкции по изготовлению камней эха Анимокулы. Выучив их, вы сможете создать инструмент, который направит вас к Анимокулам. Так руды или Анимокулы? А, и то, и то. И то, и то, да. Ну, Анимокулы... У меня один не найден. У меня один Анимокул не найден. Поэтому мне нужна эта штука. И диаграмма бутылка ловца ветра. Подробная диаграмма создания бутылки ловца ветра собирает анимагранумы, чтобы в нужный момент создать с них помощью ветряной поток. Прикольно. Это, короче, для тех, кому Венти не выпал, чтобы исследовать мир был удобней. Время на то, чтобы понять озвучку, ну и чтобы сумма красивая была, внутренний перфекционист требует. Спасибо. Спасибо, Андрей, за 250 рублей. Донатично акцептат. Ну, такой очень синтезированный получается. Сложно его с первого раза знать. Спасибо за 250 рублей. Почти заполнили нашу Дионку. Дивона. Спасибо за донатик. Следующая новая функция скидки у торговцев Манштадта. В ресторане хороший охотник и в магазине Манштадтский купец. Вот кто бы знал, да? Кто бы знал, что будут скидки. Хорошо, а когда на сундуке появится? Анима компас. Карманный телепорт на шестом. Молитва. Именная карта. Лунные пряники. Окей. Здесь тоже баннер. Ля, ну скидка. А я вчера еду готовил. Джимми Кой, привет. Мне нужна твоя реакция на стоимость крафта сраной бутылки. Ктулхун, что началось? Диаграмма сухопаек. Так, а где компас на сундуке-то? Я не понял. Анима компас. А, вот сокровищ. Используй компас, чтобы легко отыскать сокровища. Понял, на шестом. Хорошо. Окей. Заказы на монстров появились. Ежедневные, еженедельные. Прогресс недели. Прогресс недели. Просьба жителей. Ага. И за них буду давать репутацию. То есть, сразу же до сундуков мы не докачаемся, к сожалению. Потому что обновиться через 4 дня. То есть, вот досюда мы дойдем, ну... Максимум через 2 недели до компаса сундуков. Блин, я надеялся, что... Компас сундуков побыстрее будет. Ну, ладно, хорошо. Это, как бы, ну, не сложно. Как вы считаете? Если думаете, что справитесь, то, пожалуйста, попробуйте выполнить. Если у вас получится, то жители Манштадт станут доверять вам еще больше. Вы сможете выполнять более важные задания. Чем более важные задания вы выполняете, тем больше вознаграждения от ордов Авониус. Ведь хотя вы и почетный рыцарь, но народ все еще не очень знает. Чтобы добиться их доверия, нужно больше с ними общаться. Ну, вот такая в целом ситуация. С задания вы можете выбирать сами. Новую руду уже видел? Нет, еще не видел, не искал. В последнее время нам не хватает рук. Твоя помощь пришлась бы очень кстати. Какова моя репутация в Манштадте? Это открывает то же самое вкладочку. Расскажи о себе. Я капитан 6-ой роты, отвечающий за логистику. Можешь звать меня Гертой. Моя работа стоит за куп... А, так это то же самое. Да, это все. Она повторяет то же самое. Можно ли сменить назначение клавиши холд-атаки? Не смотрел. Хорошо, а где крафта? Квс на мобов берись самый дорогой, у других нет смысла. Так, не, наверняка же... Наверняка же все три должны дать. Ну, я так думал. Я так думал, а оказывается нет. Три тысячи... Тридцать тысяч монет еще дадут. Ну, это круто, кстати. Вращение спирали есть суть жизни. Путь к бесконечности. Если бы мы могли... Они ролятся. Заметь, что три на все города. Да, для всех городов. Прогресс недели. А, вот оно как. Ну ладно, вращение спирали есть суть жизни. Путь к бесконечности. Если бы мы могли последовать по следам вращения золотой спирали, то пришли бы к истине. По крайней мере, это верит мой друг, и именно поэтому он исследует вращающихся существ. Будь то звездные ракушки, детеныши гео-вишапов или глаза буря. Он изучает их всех. Несколько дней назад он с азартом рассказывал мне, что когда он был около кладбища мечей на дне ущелья Дадаупа, он обратил внимание на чудной механизм, который мог вращаться не только по горизонтали, но и по вертикали. Кажется, с психикой моего друга что-то не так. Стоит ли мне подыграть ему и стабилизировать его эмоциональное состояние, прежде чем снова попробовать довести к врачу? Смотрите, особенности цели. Согласно разведанной, цель имеет следующие характеристики. Невосприимчивость к пиро-урону, невосприимчивость к аному урону. Также имеет следующие слабости, увеличенный наносимый крит-урон. Прикольно, прикольно, кстати, прикольно. Ну берем, хорошо, идет охота. Можно отказаться от заказа, но зачем мне это, да? И прогресс недели по заданиям. Конор, Джек и Брук. Ну давайте девочке поможем. 40-20 тысяч, здесь 40-20, и Конору тоже 40-20. Алкогольные ингредиенты для Конор, Мужественный путь, Мужественного и Мясоеды и Брук. Вы любите есть мясо? Я... Кто же не любит-то? Как можно не любить есть мясо? Я вот очень люблю. Я хочу создать совершенно новое мясное блюдо, чтобы все мои клиенты заразились любовью к этому прекрасному продукту. И тут вегетарианцы вышли из чата, да? Поэтому мне нужно больше мяса, чтобы проводить разнообразные эксперименты. Если кто-нибудь хочет помочь, пожалуйста, найдите и принесите мне 6 порций сырого мяса. У меня есть. Я без проблем. Окей, давайте делать эти задания. К заданию. Хорошо. Отслеживать цель Мясоеда и Брук. Диаграмма. Вот она у нас появилась. А где ее крафтить? Давайте рецепт применить. Инструкция по изготовлению камня. У кузнеца, наверное. Пойдем к кузнецу сходим. Что-то я не помню эту уличку. Ну, мне кажется, здесь где-нибудь сундук валяется. Вводил промокодик. Вводил. Много я уже пропустил. Ну, мы 47 минут сидим в Монштадте. Мы еще ничего не делали. Мы просто читаем все вообще. Мы просто читаем все, что есть в игре. Так, Маргарита, отстань. Блин, жаль, нет кнопочки. Вот здесь надо было добавить кнопочку получить все. Что там за новая еда была? Тушеное мясо с яблоками. В основе 30 хп. Максимально в основе 1000 хп. Из масла. Ну, легкая. Легкая. Кроме того, что это мясо тратит. Не очень-то и легкая. Ниже переводчиков. Они перевели Ксиньян как Ксиньян. Действительно. Нян как указание на кошкообразное происхождение героя. Подожди. Ксиньян это не кошка. Ксиньян это огненная девочка. О чем ты? При чем здесь кошка? Так, давайте посмотрим. Бар Диона еще не открылся. Нельзя зайти. Ну, сейчас нельзя зайти. Жалко. Жалко. Катерина. Что-нибудь интересное мне... А, экспедиции. А, ну тут все еще 5 из 5. Ясно. Новые не появились, нет? Та, вроде нет. Молился уже. Сегодня молимся часов в 10 в 11 примерно. Не знаю. Так. Кузнец, товарищ. Похоже, заканчивается. Можно спросить о сборе руды. Руды. Руды что ты хочешь выковать? Оружие или броню? Если тебе нужна руда, то я знаю хорошие места. Но есть много разных видов руды. Чаще всего используют обломки железа. Качеством получше обломки белого. А еще лучше обломки кристаллов. Еще бывает магическая кристальная. Она очень высокого качества. И из нее можешь создать замечательные вещи. Хм. Это правда. Это правда. Хуба! Богатый запас руды. Богатый запас руды. Это наш квест. Окей. Ладненько. Замечательные никакие. Но это, видимо, пока что. Так. Где в Монштадте? Хочу кое-чем спросить. Сделайте для меня кое-что. Давай посмотрим. Бутылка ловца ветра. 50 руды, 30 астер и 10 семечек урагана. Ну, это немного. Это немного. Это немного. Кто лх... Че-то. Это реально... Это 60 смолы. Не 60. Ладно. Простите. Это 5 убийств кубика. 5 на 4. Это 200 смолы. Это 200 смолы. Я не буду эту штуку крафтить. Используется для хранения анимагранумов, с помощью которых можешь создать... Да, конечно же, буду. Куда я денусь? Чтобы создать ветряные потоки. Ученые Орда Фавония создали этот прибор, чтобы рыцари могли с удобством использовать милости Анны Мархонт в своих походах. Строго говоря, чтобы пользоваться планером, нужна лётная лицензия. Что несколько ограничиво применение бутылки. Во всяком случае, законным образом. Короче, я так понял, это бутылка, которая делает то же самое... Смотрите, волшебная... Да, да. Синяя руда будет создавать 3 штуки. 6 штук, вернее. Но на неё будет тратиться смола. Нет, спасибо. Я, пожалуй, своими голубыми кристаллами ограничусь. Ну, 200 смолы, да, на бутылку не стоит того. Но, блин, вы же понимаете, что это поможет нам в исследовании мира? Ну, как бы, не очень сильно. То есть, это... Это как бы... Я так понимаю, это... Вместо венции, то есть, вы можете создать поток, на котором взлетите венки. Вверх. Это же... Ну, это прикольно. Это всё равно надо сделать. Вопрос в том, а где инвентарь использования еды и вот это вот всё, быстрая сумка инвентаря? Или её тоже надо где-то открыть? Может быть, её надо в ЛиЁе открыть за опыт? Короче, сейчас разберёмся, да. Тоже надо открыть. Понял, понял. Ну, сейчас в ЛиЁе отправимся. Сейчас мы вначале в Мондо разберёмся со всем делом. С репутацией, да. И отправимся в ЛиЁе. Компас в алхимии. Понял. Блин, надо... Надо компас ещё глянуть. Щас, щас, Брук, поговорим. Тебя привлёк бесподобный аромат моей стряпнили, да? Насчёт сырого мяса. А ты увидела моё поручение? Уже, наверное, и шесть кусков сырого мяса принесла. Конечно. О, мясо-то отлично. Спасибо за помощь, полагается награда. Когда я придумываю новое блюдо, то обязательно тебя позову. Окей. Насчёт большого свежего стейка лучшее мясное блюдо? Ну, как бы, нет, спасибо. Так, теперь пойдём убьём... Ради репутации монстра, который невосприимчив к огню. Кусту, Ребоп. Давайте вот так вот. Так, он гуляет в ущелье Дадаупа. Поехали. Промики есть какие-нибудь активные? Геншин 11-11. И вчерашняя промо вроде тоже всё ещё работает. Чувство стихии, чтобы найти достаточно следов за 10 минут. Ничего себе. Следы в монстрах? Науки боя. А чё такое? Атака в падении. А, спасибо. Рунный охотник уже еле движется. Бей по самым местам. Где я? Я его даже не вижу. Нет его ещё тут. Вот ещё следы. Как можно не найти руиного охотника, Вол? Он же, блин, гигантский. Ко-11 мегабит была скачка. У меня тоже, кстати, довольно быстро скачивалось. У меня где-то по 6 мегабайт в секунду качало. Так, ну, это, я не понял, где он там еле движется. Дождался старталью, ибо было 80 роллов сделано, до сих пор гарант не павил, но я доволен. Поздравляю с стартальей, поздравляю. Держите. 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 Вроде правильно вначале бежал, но чё-то ничего там не нашёл. А-а-а-а-а, мята. А-а-а, вон он. Чё? Не горит, что надо поджечь. Подожди, а чё у меня здесь не горит? Минуточку. Минуточку. Как так? Ха-ха-ха. Ладненько. Спасибо, спасибо. За сундук, спасибо. Ха-ха-ха. Лучшая игра. А-а-а, так, и чё дальше-то? Кладбище мечей. Что это? Сахарок надо собрать. А-а-на-мы в этом бою нам не поможешь, не кровь и находник обладает неуязвимостью к аному урону. Я зря, ну, я понял, чё. Куда дальше, что-то? Туда. Туда. Там 4 светляка рядом на озере. У меня здесь могут быть на озере, знаешь чё, какие-нибудь стены не разбиты. Я помню, что я плохо от ДДУ поисследовал. Опа, привет. Чё-то камера слишком близко. Он стоять. Сюда подошёл. У меня всё ещё нет слабого места. Пока что не открылся, что ли? Джи-джи. Заберите награду на месте городской репутации. Ха-рошо. Поехали. Теперь так классно не париться насчёт смолы, то что её 160, это круто. Ктулхо, а с чего бы ему быть сильным? Если игра лёгкая. Типа, чё-то хотел. Так, говорите, в алхимии, да? Крафтится анимо, анимо куловый. Ха! Ха! Одна руда, 500 монет, 5 сесилий и 5 седванчиков. Ха-ха-ха! А, она на один раз! А, а, вот чё я смеюсь-то? Чё я смеюсь-то? Это не постоянный предмет, это на один раз. Ну, всё равно фигня. Камень, который можно использовать в Манштадте для поиска анимокулов. Рукотворный каменный диск, который имеет что-то общее со статуями анима Архонта. Это позволяет ему резонировать с анимокулами. Камни эха Акулиса — это грубая попытка имитировать статуи семи Архонтов, которые были созданы древними. Именно из-за своего несовершенства они стремятся заводить силы окулусов. Тем самым, давая верующему искательному приключению возможность найти и собрать эти самые окулусы. Ну, хорошо, да, собрать один, да. А бутылка за 200 смолы, ну да. Ну, это фигня, сесилий и бадуванчики, типа, собирать. Вообще, изи. Бери всегда на монстров задание 5 звезд. Да, это я уже понял, вот, значит, да, это я уже понял. Последнее время нам не хватает рук. Каммэй Репа в Манштадте. Ну-ка, прогресс недели, забрать 30 тысяч денег. Хорошо. Ага, и опять 5 звездочная, опять здесь же. Но прогресс недели для всех городов идет. И нам гораздо важнее качать репутацию в Ли Юе. Я правильно понимаю? Давайте-ка теперь прыгнем в Ли Юе и посмотрим, что там. Просто по поводу стражи на 45-м он 95-й уровень. А тут что-то хиленький. Да какая разница, какого он уровня, кто ухо. Ну, правда. Ну да, я еще не 45-й, да, можете кидаться в меня помидорами. Да, я лох. Да, стример все еще 43-й, но после сюжетки, надеюсь, возьмет 45-й и убьет дракона с волком даже. Которых он убивал. Хей, спасибо за 100 рублей. Сутик. Донейшнекса. Спасибо за соточку. Все донатики пойдут в... Открыть инструменты. Ага. Спасибо большое. Донатики пойдут в... Дионку и Тарталью сегодня. Ну-ка, ну-ка, приветствую. Подождите, это Дейлик. Я не туда... А, ну я почти туда и шел, в принципе. Опять корабли считать. Мне лень, я потом это сделаю. Здравствуйте, не хотели бы поработать на департамент по делам граждан? Хочу, да, да. Департамент? Ну да, департамент по делам граждан Лио. Меня зовут Сяо Юй, я управляю ресурсами в департаменте. В нашем ведомстве находятся не только материальные ценности, но и человеческие и информационные. Думаю, всю важность управления ресурсами и в столь почитающем торговлю городе, как Лио, вам объяснить не нужно. Наш департамент добился высокой эффективности, потому что обменивают материальные ресурсы на человеческие и информационные, собрав их всех воедино, используют для решения проблем. Ха, короче говоря, вы нам помогаете, мы вам платим. Но тут, конечно, есть еще некоторые тонкости. Взгляните сами, вот доступные задания. Так, хорошо. 97%. А в Манштадте у меня сколько? 92 было? 93? Привет здесь. Как хорошо было написано про отдельную вкладку URL, но не говори. Боже, сколько денег! Давай, давай сюда мне мои денюжки, денюжки. Класс. И задание в Лио. Понятное дело, еще не все выполнены, потому что сюжет новый появился. И все, вот это вот приближение новой звезды мы доделаем сегодня. Все остальное, соответственно, тоже новые квестики будем сегодня делать. Итак, новая еда. Поиск руды вокруг Лио и камня Хагеокула, который мне совершенно не нужен, потому что у меня все собраны, даже один дополнительный. Инструкция «Густая смола». Вот это уже интересно. Подробная инструкция по изготовлению густой смолы. Вы используете ее для пробуждения цветов артерий земли и окаменевших деревьев, чтобы повысить свою эффективность. Дальше. Рецепт еды печенья лотоса. Печь искателя адептов. Подобная диаграмма, подробная диаграмма создания печи искателя адептов. Изучите ее, чтобы создать переносную плиту и получить возможность готовить в любой точке мира. Ну, бесполезная фигня. Не то что. Геокомпас сокровищ. Также на шестом уровне. Мясо тяньшу потом и крылья. Ага. Хорошо. То есть смолу мы консервируем здесь. А где переносная сумка? Или вот это оно и есть? Там же должна быть сумка, из которой быстро еду можно жрать, быстро использовать итемы. Или вот это оно и есть? Просто так написано «готовить в любой точке мира». Чувак. Какой еще чувак? Так, ты где тут чувака нашел? Тут нет чувака. Тут есть только... Вот это поворот! Во всю жетке. Странно, я думал, это всем добавят. Она в Манштадте. Сумка в Манштадте? Значит, нам надо Манштадт качать. Значит, нам все-таки надо качать Манштадт. Да, смотрите, заказы на монстров разные для... Ну, вернее, общие для Манштадта и для этого. Завершите главу приближения новой звезды. Понятно, понятно. Если хотите, то можете помочь нам прямо сейчас. Если успешно выполнить задание, то получать не только репутацию, но и достойную плату. Так, блин, где? В моде я что-то не увидел. Если хотите выполнить более важное задание и получать награду, то получите, то сначала нужно заработать доверие людей. Окей. В Манштадте вроде немного город изменился. Может быть, поэтому я его с первого раза не узнал? Харатсиро, приветствуем. А, и надо было посмотреть... А, я могу, наверное, и здесь, да? Смолу перекрафчивать. Где перекрафт смолы? Консервирование. Или он... А, я его еще не выучил. Я его получил, не выучил. Сморк. Новая еда, шарики с креветкой, камень эхо геокула, которые мне не нужны, и густая смола. Ну-ка, ну-ка, поехали. Густая смола. Густая древесная смола, которая может быть своя вместо первородной смолы для пробуждения окаменевших деревьев цветов артерий. Нам даже одну дали, спасибо. Земли и получение более ценных наград. Кристалл наполнен на огромные энергии серебряные деревья и цветы. Ирмин суль связан с артерием земли, которые стали заблокированы в течение времени. Сила, содержащаяся в их смоле, может очистить связи и разогнать застой энергии. Вот она. Камень эхо геокула из ляписов и глазырьков. Ну тоже легко создается, вообще не проблема их создать и собрать все геокулы. Вот это что, 40 смолы конвертируется. И одно кристальное ядро из бабочек. Ну как бы надо, но как бы нет. Не сейчас. 500 денег, офигеть. Скажи баннер. А что его показывать? Баннер? Мы уже все видели. Баннер. Прекрасный, шикарный баннер. Из которого мне надо три персонажа. Байдо, Дионка и Тартали. Но еще пока не ролил. Роллы, роллы чуть-чуть попозже. У нас как раз поднакопить чуть-чуть надо, до десяточки. Так, ну подруга, у тебя сумка, из которой хавку жрать, да? Покажи, я как-то не обратил внимания. Что это такое? Подробная диаграмма создания сухопайка. Меню номер 30. Изучить ее что... Вот, видимо это оно и есть. Ускорить прием пищи. Ага. Вот это нам нужно. Вот это нам нужно, значит мы качаем в первую очередь манштадт до пятого уровня. Прокрутил 40 раз, выпал два хреновых оружия и два раз бейдо. Ну, два бейдо, это круто. Ну, конечно, да, за 40 раз такое себе. Сколько роллов накопил? Восемь. Мы будем донатить на эти роллы. У нас сегодня весь день роллов, прям вот, каждые, наверное, 3-4 часика стрима будем по 10 роллов делать. То есть, вот. С того, что будет копиться за задание, за основную сюжетку, да, и вот за все-все. Картинку поменяли на стандартном ролле. Да замечательно, пускай поменяли, это же ничего не дает. Хорошо. Качаемся дальше тогда в Манштадте до сухопайка. И, наверное, до Анны Макломпаса. Сокровищ. Качаемся до сухопайка. Значит, берем заказ на монстра вдоль храма тысячи ветров. Ты увидела, как это называется, кого там охотника. Недавно мне довелось пообщаться с другом из гильдии. Она рассказала, что когда была в окрестностях, увидела этого охотника. Судя по описанию, необыкновенный механизм, который очень ее восхитил. Говорит, он может выпускать ракеты. Думаю, если бы на вас были такие машины, нам бы ничего не угрожало. Не восприимчивость к рио- и гидроурону. Особо свирепый. Увеличиваю урон персонажей, использующих двуручное оружие. Поехали. И просьбы жителей. Соответственно, забираем... Давайте. Мужественный Джек. Как же мне стать большим и сильным героем? Говорят, большие и сильные герои должны пережить много приключений. Еще говорят, что если есть мясо, то станешь сильнее. А сильным героям приключения даются проще. Если кто-нибудь хочет помочь, пожалуйста, принесите мне три куриных шишочка с грибами. Тогда я точно стану большим и сильным. Он же здесь, в Монштадте, не? Не, не здесь, не в Монштадте. Окей. Не бери. Почему? Я уже решился, что я буду монштадтскую репутацию качать. Твоё мнение, Тарталья Нормперси, к какому классу он принадлежит? К классу водных персонажей, Тарталья, как и все персонажи, Нормперс. В этой игре. Но вообще, я еще не глянул Тарталью. Обзор Перса будет чуть-чуть попозже. Вот здесь вот. Вот этот тестовый забег я еще не делал. БП добавили, БП добавили, да. Один в один, как в прошлый раз. Блин, тут вообще заберусь. Бидушка, давай. Я уверен, ты справишься. Девочка. Ай. Ну, вы можете не справиться. Они обновляются. Сейчас 20 и 40. Не бери. Только за 100. А я сколько взял? Я же взял сотню. Я же уже глянул. Все квесты, где надо кому-то еду принести, они одинаковы. Какая проблема со скоростью закачки? Ты 100 на монстра взял? Я знаю. Ну, вот. Потому что это самый дорогой монстр. Это, это, это мы уже выяснили, да. Так, а чё это я к какому-то Павлу прибежал? А, это ты. Джек, я помню тебя. Да он закатники бы пожрал. Закатники тоже силу придают. Не, не подходи. Ох, так ты всего лишь путешественница. Я уже решил, что ты хиличурл. Насчет куриного шелчка. Ты про поручение? Спасибо, что согласилась помочь. Три шелчка с собой, да? Вот они. Держи. Большие. Классные. Отдать. Ах, как пахнет. Хорошо, давай их сюда. Тебе спасибо за помощь. Смотри, сейчас я все три за раз съем. Да ладно. Все три за раз. В один ротик. Так, поехали. Какой это, заказ на монстров? Ну вот. Ну, сведения о цели. Хорошо. Так, еще раз. У него не восприимчивость к Крио и Гидро. Окей. В этой обнове дают фишель. С понедельника. С понедельника дают фишель. Когда ивент будет, появится. Крио и Гидро, да? Понятно. Значит, значит, готовится к бою Кли. Та-та-та-та. Это Кли. А Цицы пускай останется, хиляет. Еще пофиг. Как давно скачал? У меня с 4 утра на скачке стоят. Мне повезло. У меня качал по 6 мегабайт в секунду. И я быстро скачал, поэтому. Я скачал довольно быстро. Ну, я говорю, это... Это везение, потому что в прошлый раз я качал очень медленно. В этот раз хотя бы... Еще макбебна, что ли? Нет, вряд ли. Наверху? Вот. Ну, гу, макбебна, убьем быстренько. Кепка инструктора взяла, упала. Он просто с первой элитки за сегодня. Фишли будет получше прокачанной до 50-го левела Лиза? Нет, потому что Фишли тоже электрический персонаж, как и Лиза. Фишли будет примерно так же хороша, как и Лиза. Что-то мне не понравился урон Тартальи. Может, потому что я ему артефакты не дал, не прокачал и так далее. Хоба, исследовать. Цель найдена. Отлично. Дальше. По сюжетке. Ну, блин, значит. А, типа... Ты думал, тебе дадут суперпрокачанного Тарталью в сюжетке, и ты будешь им нагибать? Нет. С чего бы это вдруг? Не, ну они дают такого, чтобы потестить... Они дают такого, чтобы потестить урон... Не урон, а ульту. Они обычно Фавоний дают персонажам в сюжетке. Привет, ремонтяж. Боже, как меня бесит это... Это так тупо звучит. Типа, я не представляю, как можно себя так назвать. Это еще так странно. Ну, я не первый раз слышу, что меня, типа, сравнивают с этим человеком. Наверное. Как же людям надо сравнить одного стримера с каким-нибудь другим? Всегда, вообще, просто всегда. С этим инстинктом постоянно. Охуинный охотник сюда подошел. Сюда подошел, я сказал. Так, тут у тебя невосприимчивость, но я просто ради реакции, в принципе, это сделал. Подостил тарталью, после смены него он берет в руки лук и 10 секунд ждешь милистойку. Ну, значит... Не, ну если так, то это, ну, задел под мейн дэдэшера или что? Нуфига мне, само лицо, просто, мейкли. 16900, потому что урон от двух рук увеличен. Так, не смей умирать, понял? Ну, куда ты сдох-то? А монстр-то и правда свирепый был. Вот эта вот инфа о том, что он был свирепый, он очень много урона наносил. Ах, вот так. Нет, наверное, я не отвечал. Фишля будет... А, отвечал. Отвечал. Фишля не будет получше прокаченной для 50-го Лизы. Потому что первоуровневый персонаж хуже 50-ти уровневого персонажа. А вот если ты их сравняешь по уровню, то тогда, может быть, будет лучше. В зависимости от того, как ты кого оденешь и как ты кем будешь играть. Все персонажи в игре хорошие. Хватит спрашивать про персонажей, пожалуйста. Так, соточка репы есть. И еще один охотник руинный. Недалеко от башни, что между горами Бревесника и Пиком. Там, где отличные места для сбора валяшек. Мне довелось увидеть руинного охотника. Не знаю, справен он или нет. Жизнь у меня одна, и я не хочу, чтобы какой-то механизм вдруг стал и покромсал меня. Невосприимчивость коллектора и гео. Также цель имеет увеличенный шанс критопопадания. Так это я, а не цель. Окей. И последняя просьба. Конор. Приготовить новое вино, но из-за невнимательности заведующего складом части ингредиентов для вина испортились. Совершенно непригодно для использования. Мне срочно требуется три туманных цветка. Если кто-нибудь хочет помочь, пожалуйста, принесите их мне. Я хочу помочь. Конор. Я иду. Дровейс. Ура, кошка Лоли, да. Так на тебя я подписался, когда ты увидел чел, похожего на Стинта, а в итоге чел оказался даже интереснее. Ну, спасибо, че. Наверное. Спасибо. Тут хотя бы не контра. Не подскажешь, как собирать пачку с нингуан? Нингуан плюс на Эльк. Остальные два персонажа вообще не важно. Кого угодно собирай. Чтобы закрыть элементальный резонанс нингуан, надо взять на Эльку в пать. Потому что гео-персонажей других пока что как бы нету. Джун Ли только через три недели. Там книга лежит? Или че? Добро пожаловать на винокорню. Вы прошли на экскурсию? Насчет веточек туманников. Принесула три венчика туманного цветка? Да. Э, ладно. Ага, эти венчики неплохого качества. Вот тебе, возьми, заработал. Боже, вы представляете, сколько денег мы теперь зарабатываем за вот эти задания? Охренеть! Лиса в море одуванчиков. Класс. Восьмое. Прикольно. Кому... Кто ищет книги, ребят, заходите вот сюда. Хе, кто не поднимался. Офигеть, еще книга. Ничего себе. Меланхолия вера. Том седьмой. Что хотел сказать? Помимо книг. Что мы разговаривали? А, деньги! Деньги! Все, золотые... Золотые цветы артерии почти больше не нужны. Теперь можно будет больше смолы тратить на синие артерии ради книжек опыта. Класс, класс, класс. Столько денег, это офигенно. Хорошо, последний монстр где-то на пике буревестника, наверное, здесь вот. Ну, поехали. Как мне жаль тех, кто ходил на артерии. Они все равно нужны были, так что это не важно. Ого, привет, рано встал. Да, я сегодня специально пораньше проснулся. Я просто не мог ждать, серьезно. Я настолько хотел поиграть в 1-1, что надо было подрубить пораньше стримчик. Так, что дальше? Гарри, за тобой свинья бежит. Так, что у него? Неуязвимость к электроурону, да, там была, по-моему. Ага, давайте фишель просто поменяем на писянли, например. Столько денег, 3 раза в неделю, просто жуть, столько денег. Ну, смотри, это по 30 тысяч. Это 90 тысяч за монстров и еще 75 за людей. Ну, не за убийство их, а за квестики. Это 160 тысяч, это 3 золотых артерии. Я обычно в неделю фармил как раз, ну, максимум 5 золотых артерий. 6, может быть. Нет, понятное дело, что артерии никуда не денутся, и ходить на них все равно придется. Но, типа, это нормально. Это нормальные деньги. Не 90к, не 90к в анголу. 165. Это хорошие деньги, даже раз в неделю. Потому что раньше деньги вообще негде. Ну, как негде было получать? Мы ходили, убивали монстров, 200 мор и с них собирали. Говорят, есть новая анимация персов. Ну, когда-нибудь мы их увидим. Это лучше, чем ноль. Ну, как бы, да. По факту. Что, сюда, что ли? Нет. А, вон, что-то светится. Хири чур, ру ру. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И все. А теперь убейте его. А чего я так урон получаю? В траве стою, да? Траву бафнули. Сундук! Че? Ты че здесь делаешь? Ну-ка, ну-ка, че там по траве? 107 в 4 урона и очень-очень быстро до травы апнули. Халявки? Класс, сундук. Че ты тут делаешь? Такс. Что-то в батл пассе. А, поручение, конечно же. Причем сразу еженедельки. По 450. Халява. Халява. Книжки опыта. Еще не купил, но куплю, конечно же. В этот раз я не буду ждать 30-го уровня. Я просто не могу не покупать батл пасс. Просто не могу его не покупать. Трава-1 мета, да. Все, топ-то 200 мора. У нас. Так. Ну, и че это я тут сундук пропустил? Да, забавно, что у меня в Манштадте 92%, а в Ли-юе было 97, по-моему, да? Жесть. Так, все, пойдем сдадим, денежки свои получим. Смола все так же одна штука 8 минута. Рейты смолы не апали, они просто сделали так, что вы можете заходить и тратить смолу один раз в день. Вот. То есть... Со смолой теперь хотя бы не надо париться и... заходить утром, заходить вечером. Зашли один раз в день, слили, все. И ваш ежедневный заход. Ваш ежедневный заход в игру как бы завершен. Все-таки это же мобильная драчильня, в которую надо заходить каждый день. Яндемина, спасибо за подарочную подписку для Пивчика, Нагипчика. Нагипчика. Поздравляю тебя с подписчикой, приветствую тебе. И тебе отличного настроения. У нас настроение просто прекрасное. We must stand together. 19. Где промики можно найти? Да везде. В чате, в интернете, вконтакте. Так, ну. Что тут у нас, Герта? Последнее время нам не хватает рук. Да, я понял. Какова ситуация в Манштадте. Все выполнено, еще 30 тысяч. И до четвертого не дошли, к сожалению. Не дошли, надо довыполнить, типа, задание. Ну, че я все равно гичную крепость получу. А хочу как бы до сухпайка и сундуков дойти. А это только в понедельник. Все. Эти еженедельки у нас закончены. А Нагипчик сразу продляет. Эту подписку подаренную андеминой. Че есть? Спасибо. Спасибо. Урон от огня апнули. Теперь свой же огонь сильнее дамажит. Ну, апнули и апнули. Че бухтеть-то? Такс. Ну что. Это у нас новые еженедельки. Теперь дейлики. Дейлики доделать и смолу потратить. Дейлики, смола. Пойдем все. Полтерталис Гранта. Еще бейдотс и три теперь. И Диона одна. Приятно. Хотя, если честно, Кацин я бы больше обрадовался. Надо тестить. Да нет. Тартали и Диона это круто. Это самое важное, что ты должен тропнуться в этом бане. Я хочу Тарталю и Диону. Главное, что там не Дилюк. Вот представьте, до роли до Гаранта, там через две недели, а там Дилюк. Вот что я делать буду? Плакать? Я свернусь в комочек и буду плакать. Ну, вернее, тут два варианта. Либо плакать, либо донатить. На каком уровне открывается репутация городов? Понятия не имею. У меня... Я пришел, а она сразу была открыта. В чем я, как бы, не удивлен. Нормально так бахнуло, кстати. Боевая маска Берсерка, отнес. Ай, надо вернуть этого. Что, тебя тоже убивать? Ну, блин, братан. Не в задницу. Зачем Дилюк плох? Он мне не нужен. Вот чем он плох? Зачем же еще? Обсидон. Мячес, ремонт в доме. Сверд и уничтожают все. Ф. 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 Текс. Дейлик есть. Раз. Дейлик два. Что за кирки на радаре? Просто метки? Да, это мои местные метки. Это очень хорошее место для того, чтобы... Мы не посмотрели на этот радар. Руды. Какую руду он нам предлагает откопать? Как бы, ну, интересно же. Сейчас сходим, сейчас сходим. Какую руду нам Манштадтский этот предлагает? Сто битсов. Спасибо, Сидан. Что, если нигде сундуков нет? Ну, судя по всему, в Лью и мне, да, не так важны сундуки, как в Манштадте, потому что Монда я гораздо больше пропустил. 97, 92, жесть. У-у-у, братки танцуют. Братаны, как дела? Давайте сейчас мы это... Поехали. Ваншот. Ну, блин, один не сдох. Так, а что вы тут танцуете-то? Блин, я-то думал, это и есть квест. А это не квест. Как ты сделал донат в виде картинки? Это делается в рутоне при помощи... Донат Гола Типи, называется. У Кати, стримерша Акула, есть на эту тему гайде, как идет в ВКонтакте. Вот. Все мы по ее гайду делали. Ну, ладно, все мы что-то сам делали, наверное. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Бум-бум-бакудан. Срочно нужно в бездну поле травяное. Но это прикольно будет. Это прикольно было бы. Еще 300 биццов. Посейдон, пассивьте большое. Спасибо за поддержку. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Ну да, это же показывали уже, ну типа, мы же знали, что он одновременно и лучник, и как бы милишник за счет своей способности. Такой он у нас особенный, Тарталья. Так, Делики или Руда? Давайте глянем, какую руду мне предлагают полутать. Не, ну хорошо, вот это. Я знаю, что там месторождение белого железа, и зачем оно мне? Тревяное поле себе персонажа сжигать. Я думаю, кстати, что травяные персонажи, может быть, и будут что-то в Ира... Щевать. Ёлка там стримит, да? Он не сможет зайти эту руду полутать? Не, ну как бы Пок Чамп. Все мое. Все мое. Походу, руда риснулась. Нет, руда у меня рисуется завтра. У меня голубые кристаллы рисуются завтра, и вообще в этом споте было белое железо и одна... И один кусочек голубого кристалла. У меня руда точно завтра риснется. И давайте, пока мы в Манштадте, заодно найдем один оставшийся анимокл. Нам его интересно как, прям на карте покажет или нет? Как я к нему... Как вот я использую эту штуку? Или к нему ветерки меня будут вести? Вот это на самом деле очень интересный вопрос. Кто уже юзал? Пузнец рисует спот? Да не, я думаю, что вряд ли. Это было бы жестко, если бы он рисал спот. Область поиска? Ага, понял. Интересненько. Ну, область поиска, это тоже удобно довольно. У меня лишний анимокл это у всех. Так, да, у меня как раз один лишний анимокл не найден на данный момент. Можно еще раз прийти к кузнецу, он еще спот в руды даст. Это офигенно. Это прикольно. Может быть, нам... Может быть, мы больше не будем фармить ежедневно руду. Ну, не ежедневно, а раз в три дня. О, еще 200 бицов. Че, ты вас, что, не помогаете в бицах-то? Блин, пси-дон, ну... Не хотят донатить бицами. Не хотят. Уру. Так. Волчь-крюки. Да. Да. Найсер, да. Голубые кристаллы еще. Двать. Что это вообще? Что это за халява? Просто халява. Это офигенно. Это че, аддон на метке? Какой еще нафиг аддон? Какие еще метки? Спасибо за промокод, кто в чате отправил. Так. Или вот эти метки на волчьей крюке? Нет, это не аддон, это кли. Помечает. Новый спот? Да это не... Это вряд ли новый спот. Это, скорее всего, разовые споты у кузнеца. Мне кажется, он будет нам давать там в день там три спота. Или в неделю там три спота. Не знаю. Сейчас посмотрим, разберемся. Так, надо диковинки набирать. Диковинки, 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 диковинки. Нет, адванчик, иди в жопу. Сейчас магические кристаллы. Новые кристаллы, которые перерабатываются в шесть. Короче, три таких кристалла перерабатываются в шесть. Руды для прокачки оружия. Но вы на это тратите десять смолы. Очень такая... Пока что хз, как эта функция будет работать. Потому что еще пока что... Хз, а что, собственно... Можем ли мы преодолеть лимит руды благодаря этой руде? Если можем, то фича классная. Если не можем, то фича не нужная. Ну, для тех, кто фармит руду раз в три дня, как это делаем, мы с елочем. Вот, такие дела. Что еще за место? Так, ну давайте посмотрим... А, это место, я понял. Хорошо, давайте посмотрим вот что. Давайте посмотрим вот что. Давайте посмотрим вот что. Используем камень эхо анимокла. Надеть. Надето. Классно. Что теперь? Прогресс исследования, прогресс исследования. О, вот оно. До этого, по-моему, не было. Или я просто тупой. Или слепой. 92, 94, 97. А здесь у меня... 90 в бешуй. 100 яшмовый лес, офигеть. 98, облачное море. 97, предместе. 99, в истерике. Один сундук какой-то не найден. И вот здесь, да, здесь тяжело. Я здесь не так много бегал. Здесь где-то все пропущено. Прикольно, прикольно. На Z нажми. Какой Z? Че, какой Z? Z. Снято. И че? А-ха! 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 Че-то в патч фронтере смотрели. Ну, тот, который кда-эвент был. Да, я на ютубе одно видео сделал. Часовое. Все. Вот оно, оказывается. Где анимокулы зарыты? Ну, кстати, я один раз по квесту прошел это место и потом забил. Я помню, что где-то в воздухе высоко я забирал один. И я знаю, что здесь есть анимокул где-то под землей, закопанный в камни. Может быть, я его пропустил каким-то образом. Эх, поднимаешься. Ну, ща, ща разберемся. Подожди. Дай по ущелью вначале пройдусь. Все равно я здесь давно не был. Может, здесь сундуки будут пропущены. Я сюда один раз зашел, когда по сюжету шли с двалином. И потом больше не возвращался. А, так вон он. Он же нарисован, что он выше, да? Тут даже карта показывает, что он выше. Окей, я понял. Сейчас от Данджика прыгнем, скорее всего. Где найти репутацию? В городе задание у тебя новое появилось в журнале. Открой журнал, прочитай и сделай задание. Я же говорил, здесь где-то будет, будут сундуки, будут. Убил очка. Рад тебя видеть. Привет, химпул. Да, у нас трим начался. Полтора часа изучаем. Ролил? Нет, роллы в 11-12, как и писал в группе ВК. Народ потянется, будем делать роллы. Сюжета не было, сюжета не было. Стрим по Лолу будет, по Лиге Легенд. Я когда-то собирался стать снова стримером по Лиге Легенд, но потом меня засосал в Геншин. И больше я не собираюсь стать стримером по Лиге Легенд. Тестил Тарталью? Нет, сейчас Дейлики сделаем, потом подойтим. Чё-то сегодня везёт на всякие синие кубки и так далее. Может им рейты подняли? Я прям реально 3 или 4 элитки убил, и мне выпало там 3 синих артефакта. Может быть они реально элитным монстрам подняли дропрейты, вот, артов. Тоже артов нападало больше, чем обычно? Ты знаешь одна, о чем? Может они подняли. То есть поскольку они теперь переименовали этих монстров в элитных, для того, чтобы люди нашли новый способ выбивать артефакты, может быть они бафнули элитных монстров? А это, это очень круто, то есть наш маршрут, который я прокладывал себе неделями для фарма элитных монстров, он станет ещё круче. Что теперь, ну, маршрут артов белых немножко обесценится, получается. Ничего себе, сундук. Ну не удивительно, что я здесь как бы не был, раз вот там вот он не мог, он не поутан. Просто пробежался чуть-чуть по Манштадту, но налутал новых сундуков, уже три штуки. А не, на самом деле это рискнувшийся сундук Капа Кипа. А где маршрут может слезать? Я делал специальный гайд, маршрут фарма элитных монстров. Ну, маршрут, лучшее место для фарма он называется, вот. Там в основном про каменный лес Гунь-Юнь. Но вообще можно у меня на стримах. Я иду сюда, потом я иду сюда, потом я убиваю вот здесь вот мобов в этой долине, потом я иду вот здесь трёх рогачей убиваю, потом вот здесь, а потом можно, в принципе, всю карту выфармливать теперь раз в день, по пять часов примерно. Ладно, по три часа на это тратить. Потому что арты теперь, судя по всему, будут сыпаться. Это очень круто. Вот, а на ютубчике я, да, видосик делал. Это мой первый гайд. В гайдовом разделе есть, ну, как он, как правильно назвать? Гайдовый этот. Чё, там, что ли? Или? В гайдовом плейлисте, вот. Он есть у меня. Серьёзно, на эту гору забираться. Ролил тарталетку, выбил джин. Хорошо, хоть четыре нинки выпало. Давно я хотел. Блин, я вот очень надеюсь, что мне не будет падать джин. Тарталет, ой, нет, тарталью я хочу. Не будут падать нинки. Ты собрал не все анимоковые или появились новые? Я недособрал один. Один дополнительный я не собрал. И вот сейчас мы тестируем новую функцию, которая показывает, где найти этот анимок. Стоп, сейчас показывает, что он ниже. Вообще, да. Блюб. Да, удобная функция. Удобная. Очень удобная. Белочки иногда такие тупые, просто стоят на месте. Какой смысл собирать дополнительные? Ну и введут новую локацию, и нам понадобится этот дополнительный анимокл, чтобы прокачать статую до 11 уровня. Все же просто, очень. И логично. Ну, может, нет. Так, я ни хрена не понял, где он. Кого? Выше? Ну, судя по всему, выше. Это была ручная белка, блин, бедная белка. Да. Капец, он высоко, конечно. А сундуки там есть? Кто-нибудь залазил на эту гору? Ну, сейчас сам залезу, на всякий случай. Эт анимокл 4 часа искал. Ну, зачем? Можно же было найти другие. За дополнительные дадут 10 роллов, инфа 100%. За дополнительные дадут 5000 мяты, чтобы вы потом делюка смогли купить. Так что собирайте дополнительные анимоклы и геоклы. Все, это последний анимокл на карте. Найс, нашли. Такс, когда ролить будешь? Планировал примерно в 11 часов начать роллы и проходить сюжетку, но у нас еще смола не слито. Сейчас пойдем сольем. Денег теперь дохренища, куда сливаем смолу? Во-первых, давайте вернемся к кузнецу, докрафтим руду и узнаем, можно ли магической рудой превысить лимит крафта руды в день. Может, они вообще лимит подняли? Они, правда, не писали об этом, но сейчас мы узнаем об этом. В артефакты? В артефакты на 45-м. Зачем мне артефакты? Так. 5. 10. 15. 20. Рецепты. Волшебное рудоусиление. Обычно. Да. 5. 5. Все, это закончилось. И... А эту можно? А эту можно? Значит, она позволяет превысить лимит 30с волшебной руды в день. Для тех, кому супер не хватает руды, вы можете теперь в нее сливать смолу. Мне руда не очень нужна, у меня почти все оружки 80-го. Мне руда нужна, мне что надо вкачать? Мне надо вкачать филейку, но лень. Мне надо вкачать драконоборцев, но для него нужно... А, ну, кстати... Я могу сейчас вкачать драконоборцев? А, и драконью кость, конечно же. Мне вообще нужна эта руда. Кажется, я знаю, куда можно слить эту десяточку смолы сегодня. Давайте хотя бы, ну, потому что я могу. Один раз. Количество ноль, но это потому что у меня кристаллов не хватает. Хорошо, расскажи, где еще найти крутые кристаллы, братан. Давай будем тестить твою механику. Где в Манштадте можно найти руду? Ты меня спрашиваешь? А, самой поискать не судьба. К твоему счастью, недавно я наткнулся на странную кристальную руду. Называют магическое кристальное, а гораздо крепче обычной. Мне не хватает навыка работать с такой рудой. С ней простому кузнецу не справиться. Я отметил несколько мест с магической кристальной рудой. Нет, хватает или не хватает? Рудой на твоей карте. Добудь немного и посмотри, что с ней можешь сделать. Если найдешь ей применение, не забудь сообщить мне слово кузнеца. Рано или поздно я разберусь с этими камнями. Понятно? Хм, один спот дал нам. Один спот. А, подождите, я этот спот еще не до... А, я же забыл добить. Я же, по-моему, собрал... Я же собрал два спота, а про этот забыл. Сейчас посмотрим. Точно, точно. Я этот не брал, у меня уже три точки было. Я ж дурал, я в это вложився. Да, да, сейчас. Скоро, скоро будут ролы. Как бы, как бы не орушка, как бы не орушка просто. И все. Ниженедельки, 20 предметов. Окей. А че, хиличуров спят? Яблоки отдайте мне. Так, теперь вернемся к нему и поищем нового. Ты мальчика тестил? Нет, пока. Ну вот, собственно, 700 человек на стриме. Сейчас мы доделаем все, во что тратится смола и... И будем... Где еще в Манштадте можно найти руду? Я не знаю, неужели ты уже успел целиком проработать месторождения, о которых я говорил раньше. Если тебе нужно больше, то это твои проблемы. Понятно. Не ту кнопку нажал, что я сегодня раскашлялся. Корона, что ли? Съездил, блин, в Москву и погулял на выходных. Эф. Так. Да, с кузнецом все ясно. Получается, в день можно эти 20 смолы тратить на вот эту вот руду, да? Получить. 50-го по-тащи, да? Или опыт дружбы. Ага. 20. Как раз на руду. Понял, понял. Что за копье Сенлин? Крафтвайпик полумесяца. Лучше копье для того, чтобы Сенлин была мейн-домайгером. Оп. Пятый уровень. Ну, 75-й по-тащи, шанс карта. Хорошо. Меч драконий Костя. Кстати, надо все наши пушки залочить. Сразу же займемся этим. Можешь другие месторождения у других персов узнать? Например, Спрингвейл у мужика, который мясом торгует? Серьезно? Он расскажет про месторождение... Про месторождение руды? Или про месторождение мяса? Плюс Льюя. Ну, понятно, что еще Льюя есть. Говорю, что тебя заболевает. Ну... Надеюсь, все нормально будет. Бесная лоси лучше была, чем Пика. Любая легендарка лучше, чем любой эпик. Так, смола. Ну, смотрите, у меня еще не возвышены. Мне очень нужно будет возвысить пацана, и Барбара тоже не возвышена. Все остальное, в принципе... А, еще и Сахароска не возвышена. Ну, пойдем на эпических этих... Давайте пойдем. Тем более воздушных теперь надо убивать, чтобы выбить... Чтобы создать штуку для полета. Кстати, в Льюе парень торпотолковый мне сразу шесть точек дал. Ничего себе. Ничего себе. Это прикольно, это прикольно. Валяшки. Дион, хочется. Так, сейчас. Подождите, они же обещали скорость поменять... Или добавить, я не знаю, новую кнопку для того, чтобы отряд быстрее менялся. Кажется, про это мы забыли, да? Кажется, про это мы забыли. Ну, ладно. Вроде бы обещали же интерфейс этого отряда улучшить. Что-то как-то не улучшили. Попутного ветра я специально поменял. Я специально поменял персонажа, чтобы сделать ачивку. Я специально взял четырех разных элементов. Вы помните десять раз. Активируйте рассеивание скрил, гидропиро и электроэлементами. Очень легко делается на этом кубике. Просто изейшая ачивка. Туда-туда-туда-туда-туда-туда. Вера... Чего там про кристаллы было? Сливы такие сливы, да? Они перелив артов обещали, а его нет. Ну, кто это обещал? Кто обещал перелив артов? Сливы обещали, да? Куна Кевеллак, рукой. Использовать смолу. Стопа, какая смола использовала сейчас? Там было написано первое... А, ну сорок, да. А то я подумал, вдруг этот законсервированное. Советую брать заказы на 100 опыта. Да. Ты еще не крутил молитвы? Нет. Как дела? Нормально, Мэн Миджев, привет. Водного? Пойдем, водного убьем. Консервы только на двадцатке? Они работают на босс. Но ведь консерва сорок дает. А, она типа усиленная, 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 усиленные двадцатки, да, делает? Ну, короче, консерву мы консервируем на ивент, который в понедельник будет. Потому что в понедельник на ивенте мы, скорее всего, гораздо больше сможем получить. Вот. Спасибо, спасибо, спасибо за донатища. Спасибо огромное. Досливаем смолу. Вот я, как и говорил, в один из часов сейчас. Досольем смолу. И будем... И будем... И будем... Покрутим гачу. Спасибо за доначи. Доначи на ксеп. Мою уважение. Рокет с экстена. Ай. Спасибо. Местер Телеса в бамеровые плаццы. Эф. Сначала тесте обязательно, конечно. Ну, сейчас тесты проведем, чтобы кристальчиков выбить. И я еще не всегда... А, еще дейлики сделать надо. Еще обязательно сделать дейлики, потому что дейлики же тоже дают кристальчики. Сейчас мы отовсюду получим наши кристаллы, откуда можем. И пойдем ролить Тарталью. Забавно, что морозится. Раньше, по-моему, не морозилось. Но я не помню точно. Хотелось кнопку на мышке юзать. Какую конкретно? Порозилось? Ну, может, не замечал. Поздравьте, любил Тарталью. Первым ролом. Поздравляю. Чего не вижу на экране? Да потому что нету его за бат. Нету пока. Нету, не роли еще. У нас... У нас на экране Диона, и она еще до конца не собрана. Да натики мне. У нас на экране Диона, и она еще до конца не собрана. Как велит нам шаманизм, повысит шансы на то, что выпадет именно то, что нам нужно. Это, конечно, все танцы с бубном, но надеемся, что повысит. Ха-ха-ха. Как вам такая идея, а? А че меня эти хейтят? Че не такие жесткие? Будем открывать в банке Фатуя. Ты в банке 200к украл. Ха-ха-ха. А хер че дадут. А я рядом с банком. Четлеги не падают, не везет. Хорошо. Смола слита. Дейлики. Последние два дейлика, чтобы получить по максимуму кристаллов. Чтобы получить по максимуму кристаллов. И... И-и-и... Идем ролить. Че-че-че время-время. Фига отхилы, а ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци. Сильный хиллера. как бы минус миссион делюк выполнен 90 мне остался гарант нет тебе теперь считать заново тебе не повезло ты один из тех неудачников которым вместо ролла ивентовых персонажей упал делюк я боюсь что я могу случайно стать таким надеюсь что нет до какой долгий квест крабик че случайно 50 на 50 же ну 50 на 50 это довольно высокий шанс рандома что выпадет не то что ты хочешь видео елки в баннере моно выпало вместо тарталью хотел моно брат за него если ему выпало моно ну наверное он хотел и тарталью тоже но моно это 10 из 10 дробь вот делюк бесполезный дробь не хочу делюка ни в коем случае никогда ни за что просто выпадет делюк придется ролить еще больше так делаем прятки с детишками раз да три четыре плюс семь нет не так а это не прятки это посчитать корабли забыла о кораблях записи в одном корабле стихии сколько кораблей так ладно я посчитаю спасибо детишки играют докх они помнят как все корабли мне уже просто делают квест поэтому малышка лулу так попробую вспомнить корабли больше одна большая лодка вошла в порт это был боевой корабль миллилитов мэн считает что это было грузовое судно фэй думает что это был грубоевой а мэн считает что это было грузовое мне кажется это была роскошная яхта группировки цисин то есть возможно и они все видели разные корабли я лучше запишу хорошо вошел один корабль в порт так малыш мэн корабли я вчера не было никаких кораблей обо мне все правильно с памятью меня и проблем нет возьми записку как горит мой папа без бумажки ты ой нет это про другое в какую грубую играть сегодня привет как дела попробуй вспомнить сколько было кораблей в обед вошел два корабля все случилось очень быстро думаю что было экстренное доставку от все записал чтобы ты не забыла вообще лучше бы на английском этот квест перепроверять на мне счастливый один корабль зашел в гавань утром два корабля в вея зашло в полдень вчера утром в гавань не зашло ни одного корабля а ушло сколько херозное ты говорил я неправильный вариант не прошу раз у меня правильный был макфон привет чем блок делюк тем что мне не нужен ты говорил с машами да отлично я хочу знать число порт вошли три корабля похоже на правда спасибо вот наград за труды юность детектив часа вернусь к стиху сложению суда награды пара-папара-папара-папара-папара итак мы готовы чат мы мы готовы к чему мы готовы мы готовы прийти в банк фатуе если нет попробуй чечев куда туда вроде чудует если неправильно сказать ну уже поздно все еще раз скажу неправильно наверное надым я помню это же мимо эта игра слишком сильно похожи на мимо чтобы ее такой называть да но нет сингла с мультиплеером так банк фадуи вы где вот это по моему банк да хочу такое фиолетом светится здорово банк чайльд тестовый забег мультиплеер мультиплеер есть коп функции в игре тартали может сам переключаться между режим ближнего и дальнего боя в режиме дальнего и прицельный выстрел накладка врага статус отлив не статус мокрый враги с данным статусом получают дополнительный урон от рукопашных атак ничоси взрыв стихи активированный в режиме дальнего боя накладывает статус отлив на всех врагов попавших в радиус атаки элементальный навык тартали позволяет перейти в ближний бой и тогда его обычно так и будет носить гидро урон взрыв стихи активированный в данном режиме вызовет взрыв всех врагов попавших в радиус атаки имеющий статус отлив сложно интересно ну ща разберемся чё ця такое ну ты заказал только что хонг что заказал гуся ну погнали смотреть чё к нему кое дают давайте почитаем про тарталиум оружие муфа войне для того чтобы ультовать чаще артефакты храбрец и храбрец ясно созвездия ясно таланты дочь расставаний до 6 выстрелов из лука более метки прицельный выстрел с увеличенным уроном во время прицели наконечник заряжается энергией воды полностью заряженная водой гидро урон и отлив любой атак тарталии будет носить им гидро урон по площади этот урон считается нанесенной обычной атакой отлив вспышка полностью заряженный прицельный по противнику наносит последовательный гидро урон в площади победа над противником со статусом отлив гидро всплеск который накладывает нагружающих врагов отлив цепная реакцию можно запустить в падении наносит урон 6 ударов прицельный 8 заряженный 211 хорошо атаки ближней стойки 6 ударов и заряженка есть то есть по сути он и лучник и мечник да лифа дар наносит элементальный урон срабатываешь не чаще чем один раз в полторы секунды тарталии возвращаются в дальнюю стойку по истечении 30 секунд а 30 секунд чё да это прям main dps main dps чем дольше тартали был в рукопашке тем дальше дольше будет время откат навыка но это бан чё опять там хаки а вот этот чувак я понял на тебе 10 минут пошел отсюда так сори да отвлекся тарталии возвращается было был в рукопашке тем дольше будет время откат навыка время отката увеличивается если возврат дальнего произошел а ну не обязательно понял можно на 15 секунд примерно выходить вот стойку сташение ультецкий выпускает заряженную водную стихии стрелу которая наносит гидро урон в площади накладывает отлив после активации остальной части энергии а это если ты не успел наложить отлив можно ложить отлив ближняя всех взрывает но есть большой гидро урон и накла и все равно накладывает а вот взрыв попавшая по врагам со статусом отлив снимает с них этот статус вызывая при этом гидро взрывы по площади считается элементальным уроном ну еще не кончается пытка увеличивать длительность статуса отлив на 8 находясь в рукопашке стойки формы бушующие волны прикрыть попадание обычные или заряженные противник фуху ладно то есть ему нужен крит шанс и гидро урон увеличивает урон обычной атаки вашего персонажа словом вам насколько я слышал она поет гидро урон поэтому у него сейчас должно быть 12 или 16 процентов даже 21 почему-то потому что артефакты на гидро урон да нет не знаю ну поехали теперь мечи начинаем взрывать отливы чтобы наносить большой гидро урон по всем вокруг теперь взорвем тебя сколько цифр ёб твою чаще ульта нем вот это вот волны были которые новые на план погнали обратно в лук боже какой он классный наложили отливы и полку дауна половинку дауна ушла то есть понял понял хорошо а теперь можно обратно мечи и поехали всех взрывать 26000 урона по пару во и всегда водяные атаки так а если мы переключаемся на кэта он переключится обратно лук да да он переключился обратно понял вот это единственный минус но к этому просто надо привыкнуть со . нортон здорово да еще акцепта спасибо за 100 рублей спасибо огромное за поддержку это ты добил а это уже сто четыре процента ничёйся добили добиваешь мастер ну окей окей поехали поехали кокосовая коза легендарное священное животное да тарталья выглядит очень круто в основном естественно как мейн дпсер ну и получается может накладывать отлива а вот могут ли эти отливы разливать другие персонажи это уже хз баннер поехали пора крутить и так мне не хватает одного ролла но этот один ром мы покупаем в магазине пойман за звездный блеск переплетающиеся судьбы купить друзья готовы вы готовы это будут 22 22 роллы я очень сомневаюсь что мне выпает лего но так хочется или хотя бы диван пик ну ладно ну ладно не сработало не слава не сработал шаманизм не сработало прохождение его квеста другие персы могут сбивать отлив вроде не написано еще про других персов четвертым судя по всему это гарант десятый будет стоило ожидать стоило стоило ожидать ничего мой кошелек применим сегодня сегодня у нас помимо того что мы с квестов еще пофармим за весь день кристальчиков нас ждет вот этот донат ща вернусь че игра ну ну игра ну игра ну давай давай пожалуйста интересно мне на мою all games карточку тинькова падают баллы за то что я доначу в мобилку потому что баллы all games это ну неплохой такой кэшбэк на игры поехали слышали звук слышь звук оплата прошла успешно можете меня поздравить я теперь счастливый обладатель 1960 кристаллов сотворения может быть по одному в этот раз ролить а то что-то десятка но мне не не дала ничего давайте по одному ролить все камни истоков в купаем давайте по единичке поехали по единичке по одному сначала нужно было но теперь будем по одному роли уже не повезло погнали как Снежная. Тоня, он не тянет. Фадуи. Торталетка, ну прийди ты уже. Шаманишь, пытаюсь. Пипежная. Ну, лего, лего. Эпик. Дионка. Ну, хорошо. Бейдо это... Это хорошо, ладно. Это бейдо. Это мои... Это талантики. Это талантики. Это моя электрическая девочка. Сюда. Второй талант. Я его очень ждал. Не талант, а созвездие. Наконец-то на русском правильный перевод. Крушитель бури. То есть ульта может перепрыгивать на двух дополнительных врагов. Это классно. Это классно. Гроза морей. Гроза морей. Миндиона, конечно, но... Ну, ладно. Давайте. Роллы по одному работают. Вроде бы. Сколько я сделал? Это было где-то 6 роллов и выпало бейдо. Это было не 10. Это было где-то 6-7, по-моему. Дилюк. Я не могу его остановить. Дилюк, я любил этого человека. Дилюк, я любил этого человека. Сейчас Дилюк придет. Да какой Дилюк? Нет, нам Дивона нужна. Дивона. Дивона и Тарталия. Дивона и Тарталия. Это был последний ролл. Это был последний ролл. В этом убрал кошелек. Я сейчас сразу в доначу второй донат и первый. Не буду камеру переключать. Второй донат на 600 кристаллов сделан. И сразу же первый, который еще 60 бонусных даст. меня вот это за 100 рублей. Я его еще не делал, надо его тоже сделать. Рип волит кун. Successful. Successful. по 10 не надо по одному слишком по 10 не все готово готово перевести максимум камней сток у нас еще 820 это минимум еще один гарант и пикапе беги давай диону пожалуй нет тарталью моду всем же падает всем к всем кто ролили кли в первый день в первые штамп пять часов когда ее добавили все получали клип почему я не получаю тарталью в первый день роллов давай мари привет сколько улов назад было беда мне должен быть грант эпика вот сейчас лучше сразу лягу и даже звездный блеск не дали итак у меня теперь есть все четырех звездочные персонажи кроме дионы все четырех звездочные персонажи кроме дионы и даже не дали звездный блеск сколько я сейчас задонатил у нас была полоска на 5к я задонатил тысяч триста четыреста еще дед короче 2000 ну вот этот как бы байтит не 9500 я не готов пока чат не я я не готов 9500 я пока маленький стример я я не готов 9500 донатить 9500 это одна игра на новый сони playstation вы что вы что это такие деньги покажи всем кто небесный кит не-не-не 9500 меня байтит но смотрите 9500 меня будет байте через три недели если они успеют тарталью выбить так же как я раньше говорил что меня будет байте 9500 если я не выбью первый талант на клип меня будут эти 9500 байтить если они выбьют тарталью это я это 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 пока нет пока в недосягаемости через впн забанят чтобы доллары поставить они выходят за 100 бачей я не буду использовать впн я знаю что 100 долларов это всего лишь семь с половиной тысяч рублей недели с половиной но я как стример не могу продвигать такое себя на канале ладно чат мы берем вот это уберем вот это блин я еще батал пас не купил берем вот это и ролим до первой леги или эпика а потом копим сегодня за квесты за сюжетные квесты до которые сегодня будут постараемся эти примагемы скопить и сегодня к вечеру сделать еще 10 ты сейчас по одному под ролям выбьем либо эпик либо лего до 1 до 1 и пока или лея а потом а потом будем копить на десятиричный ролл потому что первый десятиричный ролл конечно принес мне копьё фавони но вечером я очень надеюсь что после сюжетных квестов мы сможем мы сможем смысл по одному ну чтобы вот выбить один эпик или одну лего по одному блин вот все троллят по одному все убивают и тарталью всех вообще я ничего не убиваю чат меня родители отчитывают что я в игру доначу понимаете говорят лучше бы инкубатор для курей и гусей купил шутка конечно кристаллостворение так мне точно нужно вот столько вдруг я захочу набор новичка купить по какой-то глупой причине типа я не рекомендую покупать эти вещи но вдруг захочется 40 не это это невыгодно это невыгодная цена очень батл паспорт купи а его же нельзя за его же только за рубли ну что друзья поехали за 30 попыток одному на 3 бейда и пара пух четырехзвездочные пухи говорят съезжаю же раз такой самостоятельный что мне только что выпало ничего да а нингуан и того 10 роллов до гаранта тарталья ролям до 1 эпика или лея чтобы под вечер у нас еще остались гемочки чтобы еще 10 ральнуть я надеюсь что это будет не гарант 10 на 10 не гарант за 10 не гарант не дайте хоть чуть-чуть удачи этому гарантовому стримеру так давай я ненавижу алкоголь ну ладно это было вранье поэтому не сработало хорошо диона налей мне белый русский диона давай кошачий спешил сможет я не там роль у может может надо возле бара дионы роли точно надо ролить возле бара дионы чё я чё я забыл в этом дебильном банке фату и топят белый русский кто-нибудь вкусненький сливочный фату и привет давайте рядом с фату и меру и ральнем здорово 2 ребят здорово здорово чайду ревент это будет гарант диона открывай диона погрузитесь мир кошкиного хвоста кошки на хвост у меня у меня две лоли в пати мне третья нужна твое тихо на открываясь ну что он почему подгрузим погрузитесь под кошкин хвост не гарант ну хотя бы девятый хотя до ну подружки пришли подружки милф очки подружки милф очки пришли стала созвездия открывать милф хантер тян да да призы фаун ну лэвл ап пульт ешки почему бы и нет это сильно это круто это был гаран да это было при гора пред гарант это был девятый рол после после милф и ну что ж что ж не докрутили мы диону не закрутили самое время делать так вот мне не вот так вот вот так вот да диона раскрасилась наполовину я бы даже сказал вот так вот раскрасилась это нам это нам полоска еще одна на три недели вперед ну все теперь у меня есть мамка пати теперь у меня есть 2 2 2 милф и мамки и две девочки дочки готес дионы надо было тест перед перед последним роллом сделать кстати пойдем ну пойдем пойдем хотя бы утешительный приз заберем тестовый забег кошкин коктейль кошкин коктейль у тебя есть еще ролл я знаю я хотел этот ролл на вечер оставить чтобы десятку попробовать основной способ лечения алкогольной зависимости который практикует диона применение силы кривоэлементов элементальный навык выпускают во врагов кошачьи когти наносящие врагам криво урон и создать щит долго нажать и увеличивает количество опускаемых коктей и уровень поглощения щита во время взрослых идиона бросает бутылку крепкого алкоголя окутывая область винным туманом внутри области дружественные персонажи восстановили здоровье враги же получают периодически криво урон голокотя а потягивается как котя ну да чё английский послушать ничего она мне точно выпадет не я ее я с точно доролю если даже если мы не доролим тарталью мы доролим диону прям 100 процентов это да это даже не обсуждается это такой маньки лук так зажатая ешка типа отправляет больше и у никуда он больше окей хорошо молодая девушка унаследовавшая остаточную долю человеческой крови не человеческой крови он невероятно популярный бармен а здесь больше ничего не сказано чтобы больше прочитать надо и выбить раньше не так было стиль котенка до пяти выстрелов и звука увеличенную урон и криво ради бухающей лоли чат объединяем сайщины кололи когда-нибудь будет наши морозные коготочки выпускает морозные коготочки которые наносят противнику кривый урон и при попадании создатель ментальный щит поглощение урона щитом зависит от макс хп диона длительностью существует количество ваших цель морозных коготочков а количество длительность понял ну-ка сколько урон каждый базовое поглощение то есть короче ей можно быстрый щит накинуть если у вас все плохо да а можно долгий щит если ну все нормально и можно просто урона нужно урон нанести и такого небольшого щита подкинуть 11 процентов макс хп плюс 1200 длительность по 24 за коготь а сколько когтей всего вылеза вылетает я не заметил по-моему три или четыре до было чего и он она в англ прям мурлыч серьезно надо английский сейчас послушать да так сейчас мы еще дочитаем навыки авторский коктей а мы еще коготочки быстро 2 а тут написано а это 5 хорошо то есть либо на 5 секунд либо на 12 половиной секунд прыгай назад выпускает 5 щит образованный дает 75 процентов бонус поглощение урона так всегда лучше вызывать поглощенный то есть обычное быстрое нажатие лучше за только если вам надо резко быстро наложить крио на противника и потом ну там огнем его сжечь или например электричеством суперпроводник и узнуть щит поглощает крио урон на 250 процент эффективен так же как убей до с электричеством обычно никакое количество льда в напитке не может навредить алкоголику но тот лед что создает дион с помощью глаз бог заставляет мозг покрываться льдом 10 из 10 авторский коктейль бросает приготовленный по-особому рецепт ледяной коктейль который наносит крио урон по площади и создает область прохладительной дымки наносит крио урон врагам находящимся в области периодически восстанавливает хп персонажа находящимся в области чудовищная смесь которую даже диона считает бесчеловечной ужас неизбежности лучше оставить врагам к сожалению резкое послевкусие этого напитка им придется почувствовать только своим носом и кожей урон навыка 128 периодический урон потом еще на протяжении 12 секунд раз в секунду наверно фига это серьезно периодическое лечение восемь процентов максимум хп дионки ну как как бидошка короче да и хп и в принципе ее крио урон нужен хп ее крио урон и и все ну и силу атаки щит навыка морозные коготочки увеличивает скорость передвижения персонажа на 10 и уменьшает потребление о это крутая штука это можно быструю ешку кидать чтобы до врагов добежать побыстрее чтобы стамин меньше потратить в бездня пьяный балаган уменьшает сил атаки вошедших в зону действия навык авторский коктейль врагов на это слабо ослаблять врагов такое себе за счет заведения при приготовлении идеально восстанавливающего блюда имеет шанс готовить дополнительно ясно созвездия мне до этого далеко но после окончания эффектов навык авторский коктейль станет 15 энергии а все еще навыка написано хотя на самом деле это таланты сколько 80 то есть он закончился в основе 15 и того у нее 65 энергии надо на ульту после первого созвездия окей взболтать но не мурлыкать увеличивает урон и поглощение щита навык морозные коготочки на 15 также создает при попадании навык создает другими находящимся неподалеку персонажем на 5 секунд щит поглощение урона которого составляет 50 поглощение щита морозные коготочки для пати что ли чисто для пати луну такое себе созвездие такое здесь усиление левела нахождение в области авторских коктейль уменьшает время зарядки выстрела дионы на 60 зарядки чтобы ледяными выстрелами стрелять тоже средненько через заряженные выстрелы играть короче ей вот первый обязателен первое созвездие обязательно второе и следующее уже ситуативное последние персонажи находящиеся в авторском коктейле получают следующие эффекты при хп равном ниже 50 бонус лечения при хп равном 50 и выше мастерство стихии вот это вот под вместе с сахарозой было бы охренительно круто 5 пропустил а чё 5 5 это левелап считай все на три уровня они же всегда одинаковые мы закрываемся женами удачи пошел крутить но я пошел смотреть вот это вместе с сахарозой и это просто офигенно будет дело в целом слабенькая но не знаю не знаю сейчас посмотрим посмотрим стоп английский пристал перед тем как бегать так же как и девочки все английский могу поставить придется перезайти ладно хорошо лишь никто не запретит еще раз это пройти так и щит прикольную виде котика так поехали ну как дамагер да она как чистый саппорт то есть я могу тем кого нет ци ци на самом деле она вот единственная проблема в том что она еще вот ли ну ци ци все еще остается ультимативным хиллером типа коктейльчиком дионы который восстанавливается зачем здесь лиза для суперпроводников короче коктейль восстанавливается довольно долго так что особенно без первого созвездия так что хиллер из нее прям сильно хорошие не получится ци ци все еще остается самым сильным хиллером в игре убавим band конечно капа и честно говоря мне не очень нравится японский это наверно 1 персонажка ты от которого мне не очень надо которым мне не очень сильно нравится японская озвучка вот серьезно из всех персонажей в игре это по моему 1 пойдем английскую посмотрим ты смотрел созвездия child а мне до созвездия child а как до луны поэтому нет не смотрел на восстановление энергии собрать и он и будет хорошо хилить да конечно же есть особенно если с первым созвездиям на 65 энергии установить не так сложно чтобы кидать ульты раз в ну хотя бы там минуту полторы не знаю в зависимости от бедны темик тестовый забег получить испытание да и не поставил английский джин такая вы держите мое пиво ну нет сильнее чем джин хиляет это 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 точно у ци ци 2 спела которые хиляют и одна пассивка а у джин одна пассивка на атаке и одна ульта джин да она пол полу хилер скорее вот так же как и диона но у диона прикольно вот щиты то есть это как это как бейдона который не обязательно стоять и тупить можно просто закинуть щит переключиться на другого персонажа и как бы ну блочить урон щитом тоже неплохо так язык озвучение английский дилюк ай хей дат гай так тестовый забег джин берстон выхиливает в районе 12 к я думаю если мы на хил нужен ци похоже да ци ци не может прям супер мгновенно хильнуть вот это ее маленький минус то что для того чтобы хилять за ци ци тебе надо переключиться на раненого персонажа и подамажить по метке но блин ну такой себе минус подожмай ешку ща пока там ее лучшая реплика ну-ка окей окей котя как она хороша пока что просто кия шейки щитовик щитовик слэш хилер я-я-я wasn't waiting for you я just happened to be resting цундерка цундерная фраза асмр в ваши ушки щас бат щас тебе какую заряженку или обычную вот с все вот вот в 24 часа стрим с моим дионом тебе даже на фразы не везет но неудачник стример ну даже давно известно спросить за 500 подписка на месяц всего себе может сдавить можно я не ждала тебя, я просто решила расслабить поехали, поехали здесь нету звуков кто хотел вот эти фразы услышать их нету нельзя нельзя пока персонаж не выбишь и не начнешь с ним дружиться потихонечку можно вот тут еще посмотреть может что-то другое выпадет кстати надеянул к фаване зайдет что больше ультовой дал фаване на нее и нормально будет выглядеть ну давай ты очень вот здесь те же самые действия где фраза про делюка нам в в дружбе да она наверняка в дружбе фраза про делюка я буду выполнять все квесты дружбы чисто дионой чтобы получить фразочку про делюка крутки же были че выпало 2 бейдо 1 нингуан и один одно копье фавоне дабы дабы добавляла в добавляет в коктейль хвост ящерки перец и чё там еще строму сака неж сейчас играть кроме генщина пью-пью вот это собак она все поехали враги не морозится если получают урона если бьют по счету там не было написано вдруг я не морозится бусты так игра громкая понимаешь что мы слушаем фразочки дион но краткое время чтобы получаю урон да я вроде как уже попробовал не они они ничего не да нужно толкать мага бедны делать ульта хилит просто хилит и наносит морозный урон врагам в радиусе очень-очень такой прям очень саппортный персонаж но при этом реально крутой и хиллер и и щитовик мгновенно хилят нет не надо смотреть секунду аж пасты даже полторы секунды постоять соответственно каждого персонажа надо отдельно переключаться для того чтобы про хелиться вот так вот ну в принципе довольно слабенькая но но круто все а этой а это я идиот выход чисто как у бенни да но бенни посильнее а у бенни силу атаки дает а у нее просто дамажит вокруг всех доди он не очень прям сильная но выбить то хочется ладно чат ладно мы давайте на шамане или на диону час я выбьем вот один ролл остался остальные роллы сегодня после сюжета 1 что я надеялся на что я блин надеялся а еще один нет этот мы оставим на вечер все все после сюжета потратим звездную пыль после сюжета все хватит хватит не везет так не везет повезет в другой раз вечером повезет так окей все роллы сделаны персонажей посмотрели тарталью и дионку сейчас пойдем по майн-квеста наверное прям сразу же в парящий дворец